Камеру сказали убирать. Я не вам. Обычный рабочий человек бородатый. Говорят, 80 человек работает. 80 таджиков только в одной компании. Переди польской границы прошли уже километр. Всем привет, друзья. Сегодня мы летим в Калининград. Это второй путь в Польшу, если у вас есть рабочая ревиза. Вы видите наглядно, как можно уехать из Калининграда, Казахстана, который, кстати, открылся через Россию, через Калининград. У нас самолет через полтора часа. И мы уезжаем. Здрасте. Как вообще? Высокие зарплаты здесь в такси? Нет, это от себя зависит. Ну максимально сколько можно за месяц заработать? Если как бы напряженно работать 120-150. Это в долларах получается полторы тысячи долларов, да? Это без учета аренды или еще плюс аренда? Это своя машина. А, это чтобы своя была. А если не своя, то половину отдаешь, да? Да. Но если не своя, как бы можно стабильно зарабатывать цену. Кстати, смотрю, не только я лечу сегодня в Калининград. Вон ребята стоят из СНГ из Средней Азии. Билет обошелся дешевле, чем на такси из центра. По вниманию пассажиров. Похоздающих на лет 263 Москва. По Ленинград. Разбросить, проще пройти на пассажир. Добрый день, дорогие друзья. Капитан, меня зовут Алексей. Меня все экипажи, я приветствую с на бортовой компании. Камеру сказали убирать. А? Я не вам. Мы едем сейчас в квартиру, которую арендовали за 1700 рублей, потому что такси будет завтра утром в 5 часов утра. Завтра я планирую в 12 оказаться в Гданьске. Там у нас съемка. И, наверное, в 3-4 в Варшаве. Сейчас съемка на предприятиях в период пандемии дается нам очень сложно. Уже 3 варианта сорвалось. 3 крупных предприятия. Просто люди боятся, что я, например, или Оксана, или ее помощники попадут на фирму, на завод или фабрику и кого-нибудь там заразят. Несмотря на то, что 10 дней люди находятся в карантине, которые приезжают из Российской Федерации, из СНГ. Кстати, мы тоже будем 10 дней в карантине. Поедем по рабочей визе. Рабочая виза сейчас – это не роскошь, это необходимые условия, чтобы работать за границей. Так, друзья, приехали на место. Квартира 1700 рублей. Центр города, недалеко от границы. Такси обошлось 400 рублей. Ехать от аэропорта до города всего лишь 20 минут. Всем привет, друзья! Остались в Калининграде еще на 24 часа. Это связано с ценой на билет. Вы можете доехать до Гданьска в Польше на такси. Это будет стоить 150 евро. Мы должны были вчера поехать на этом такси, но узнали, что есть возможность сэкономить практически до 1500 рублей. Автобус входит три раза в неделю. Все это будет скоро в Instagram TV. Новое видео, либо вы можете узнать это у наших консультантов. Вообще, интересно. Калининград – город. Здесь архитектурное решение Советского Союза, Российской Федерации, Германии. До 1946 года этот город входил в состав Германии, потом стал трофей Советского Союза. Можно увидеть разруху, можно увидеть старые хрущевки, красивые немецкие дома, которым уже больше 100 лет, мосты. Сейчас мы поедем на катере и поснимаем для вас все, что увидим на воде. Где можно покушать? В Калининграде. Курасан-кафе. Сэн рекомендую. Средний чек на двоих. 800 тысяч рублей. Вы не местный? Не здесь что ли? Нет, мы уже. Откуда? Из Москвы приехали. Из Москвы. Это что за дорога? Это какая? Королевские ворота. Сейчас замените. Вот эту точку сейчас я подъеду туда, посмотрю. Понял. Так, друзья, мы едем на вокзал, железнодорожное 7, оттуда идет автобус. Понедельник, среда, пятница, выезд 8.30. Как раз вот с человеком. Вы тоже работали в Польше, да? Да, я... Вот Королевские ворота наши. Понял, понял. А вы сколько в Польше работали? Я с 18 года. Два года там, безпередно работали инженером строительства. Вел там большой строительство. Говорите, как дела? Понял. Обратно хотите? Обязательно я уеду. Не только обратно хочу. Я вообще не хочу сюда возвращаться. И все остаться там. Ну, серьезно говорю. Понятно. Как там зарплата вообще? Ну, почти два раза. Почти два раза. Вот как-то инженер работал там, это как дела? И такой унижения нет. И такого вот это... Чакарда нет. То есть здесь в Калининграде не очень вообще, да? Да, я здесь 98 года езжу. Вот два сотни лет я здесь работал. Дрехтед предприятий работал. Дрехтед водоканал работал. Район от 7. Дрехтед работал. Ну, разные сферы. А сегодня, видите, что... Сегодня такси работают. Я вот так. Вот такси плазу. Я понял. А вы в Польше сколько жили? Два года, да? Два года, да. С 18-го до марта месяца там работал. Получик работал, в Бельяве ездил там. А в каком городе работали в Польше? Колобжик, Касалин, вот это побережье, это у них там, это... Акент строили, как называется, апартамент строили. Там это я был инженером там на месте. Понял. А там я знаю, что в такси много в Польше зарабатывают, да? Я не знаю, вот украинцы мне рассказали там, чтобы парень работал раньше такси, говорят, ну возиться надо. Они же по всему Европу ездят, не только внутри вот этой каракеты там. Такси можешь заказать там Берген, не знаю, там, Варшава, куда, ну, дальний там. Понял. А вы работали с вами кто там? Украинцы, да? Белорусы, грузины? Украинцы, да. Грузины, очень хорошие рабочие силы украинцы. Это как бы молодежи работали. Прекрасный молодежи. А из Средней Азии там, Кыргызстан? Средней Азии нет. У меня не было, у меня не было связи, как они приехали и закупали у них оборудование, там, потому что когда-то нужно было нам избавиться, это как его. Они работали в Варшаве, как таджики. Таджики, у них там, вот я связался с ним, а обычный рабочий человек, бородатый. Говорят, 80 человек работают. 80 таджиков только в одной компании, да? В одной компании, да, это как. Я удивлялся, это два брата управлять, это как без образования, без ничего, просто 8 человек. А они что делают? А это тоже торговый центр, у них несколько объектов, 8 человек не в одном объекте, это как-то. Понял, понял. В Петону работали, или армирование, и так далее, и так далее. Ну, они там, это купили, у них там вибраторы, там, это как-то. То есть у них свой бизнес? 80 человек. 80 человек таджиков только в Варшаве, да? Да, и два брата управлять, бородачи, вот это как его. Понятно, понятно. Такой вот, это молодёжь, это как его. Ну, я сам просто. Неинтересно вопрос, как они там. Он уделился, дешениться на полячке, это как его. Ага. Серьёзно. Тест поддерживает его там, это как, я не знаю, это поляк кто. Ну, такой вот компактный, что я сказал. Понял, вы, короче, тоже скоро уедете, да, туда? Да, я сейчас загранпост получил, мне потому что года остаётся время. Хочется новый паспорт, 10-летний, и я не хочу возвращаться обратно. Без польского языка можно же в Польше? Я вполне, я живу по-русски говорим, это старше поколение, у меня там раньше преподавали, это как школа. По-русски практике все понимают, кому надо понимать, не знаю. А инженер технической работы вообще-то... То есть можно даже инженером без польского спокойно... Я же работал, вот же мой, я же работал там всё время. То он переводчик был, ну, как переводчик, вот украинец, как он прапорщик больше, переводил, ну, когда вот критический момент, что чего. А так у них инженер тоже по-русски говоришь спокойно. Понял. Я не знал, вы можете здесь учился, в России, я не прошла. Понял. Да у России так было, это преподавали в школах у них, там это. Да, ну, я знаю, там вообще это здорово. Старших все они знают, как, а молодежь не знают, ну, молодежь мне не нужен. В магазинах все знают, все понимают, что это. Ваш клиент где-то, как, чего. Все, едем на железнодорожную. Да, сейчас, это Московский проспект. Осталось чуть-чуть. Чуть-чуть 8.30. Да, вот этот домсовет, вот смотрите, как его недостроенный комиссия. А это кафедральный собор с левой стороны. А мы были вчера там. Были, да, вот в нем. Обратили внимание, красивые немецкие дома и наши вот эти хрущевки старые. А это все, вот это наши. Все, друзья, мы на автовокзале. Обязательно распечатываем свой билет. Наша вторая платформа ходит вот тот тиненький микроавтобус. Едем в Даньск, оттуда в Варшаву. И сегодня вечером на встрече с Оксаной, с экспертом. Сделаем с ней расширенное интервью. И это будет в новом видео. А также будут нарезки автобуса, переход к границе, что показать, какие документы предъявлять, какие адреса, пароли, явки. Все это смотрите. Все, мы идем на автобус. Подъехали к российской границе. Впереди поиска границы. Прошли уже километр. Прошли уже километр.